вы просто не поверите друзья кто там такой то и в нас бандиты то я в нас бандиты и пришел предатель их стрелять и стрелять и потому что потому что это хотя я боюсь чтобы свободовцы свободовцы не оттагрились на нас по нам ведут огонь бандит видимо нас засек да вот я вижу его вижу его рожу в этом так сказать капюшоне капюшоне отправляю ему отправляю он слушать плотный бандит какой-то плотный бандит видимо видимо бандиты нас тоже ведут охоту собака нам помогает в данном случае барбос за нас барбос за нас теперь вопрос будет ли свободовец нас атаковать вопрос очень серьезный очень серьезный решил не делать за кадром решил все продавать все продавать показывать это почему а потому что уже близится так сказать концу а хочется хочется побольше побольше свободовец стреляет по нам или нет не могу не может нам подсветить прицел он не определился ведут по нам серьезный огонь и попадаются нам кто это там еще кто-то был непонятно с нет свободовец желтеньким подсвечивается вот оттуда кто-то стрелял по нам туда кто-то вел огонь мы перегружены сами понимаете костюм костюм поломан и не можем вести боевые действия должен так сказать образом ничего страшного сейчас мы сейчас мы его найдем когда это что-то подачи то это что-то происходит потому что что-то фризит и откуда у людей столько добра потерял нас из виду и он как раз по дороге по дороге туда куда нам нужно это свободовец но я надеюсь кто бы то ни был ты там эту зеленую штуку попадешь и ты и тебе мало не покажется кто по нам стрелял хлопцы хлопцы еду воспитание нагально хлопцы если у вас работа потому что кучу оружия несу спокойно спокойно вас к визитер есть работа мясо плоти мясо плоти вас к визитер подожди а ну-ка давай посмотрим ты у нас у нас сталкер опытный зачем тебе мясо в плоти я не понимаю на тежекан раз ты у нас такой опытный сталкер и не это увидимся увидимся пробивать радиация нас пробивает радиация с ними а без этого не можешь вообще нести что придется одеть придется одеть постреленок тот который там стрелял на я осматриваюсь друзья потому что может и нас преследовать и такие он нас преследует и стреляет по нам ведет по нас по нам огонь огонь причем очередями пытаюсь здесь скрыться убирай волыну это ты можешь убрать его бы волыну потому что это судя по всему бандиты там нас преследует за холмик встанем и поищем поищем вот это бандит бандит ну давайте сейчас проверим друзья как будут относиться к нам свободовцы если мы пристрелим этого бандита вот навесом ему отправляем красивый да бандит упал бандит упал бандита не долетает пуля не долетает даже что больше руб быть или он там из-за этим за деревом упал не могу понять но надеюсь посмотрим свободу в цехе и мне тут не рассказывают и поговорили ладно ладно тихо тихо форта чувак я не узброен им очень не нравится что я тут хожу и оружием машину ничего страшного потерпите потому что на взводе сегодня будет гнилой посмотрите полон рюкзак полон рюкзак здесь тайник появился сейчас моего залутаем залутаем тайник давайте давайте ну тут всего лишь пляшка горилки два бинта это абсолютно не серьезно сбрасываем часть хабара сбрасываем часть хабара хочу проверить у хлопцев может есть задание какое-то хлопцы хотя хлопцам наверное пойдут больше серьезные винтовки хлопцы у всех уже серьезные костюмы у них уже все новичков общения и сталкер чем пожаловать здорово слава дятел вместе работа колбаса диетическая ну я даже не знаю что тебе сказать я там много колбасы отъел не у меня только три хлеба три хлеба здесь еще а второй час как и сталкер с чем пожаловал пожарник пожарник влипли мы с напарником в сарае каком-то укрылся это черный кпк заложники я тоже не хочу не хочу спасать хотя возможно это единственный способ получить друзьям этот бар не костюм который я хочу а я хочу экзыч экзыч свободовцев вот потому что в него можно артефакты ложить но ничего сейчас мы быстро продадимся продадимся сбросим вес что скажешь брат здорово у тебя работа есть мясо плоти да не это не то что нужно абсолютно у тебя экзыча нет у тебя есть вот этот костюм аномальная защита но у него слабая броня слабая броня весь трем набор мы его берем за 3000 не появляются через палка колбасы есть вот это но это допустим все это все допустим хорошо что мы чиним что мы чинем во первых мы чиним наше оружие наше оружие это первостепенная задача во вторых мы чиним винторес во вторых мы чиним винторез на теперьną если можно тебе trials уда по всему да торговля да теперь винторец тебе можно за 2000 продать хорошо вот эта винтовка крутая, 16 тысяч, господи. Её грейдить нужно, а нам нужен костюм получше. Эти все продаём. Гранату продаём. Патроны на дробовик оставим, потому что пойдём с протектой. Вот эти патроны бронебойные, не знаю. Нет, нет, нет. Эти патроны продаём. 2000. Это наши патроны, это патроны на калаш, они нам тоже не нужны. Продаём. Раз идём с протектой, она много весит, то нам пистолет, по сути, не нужен. Может продать Вальтер. Это тоже такое. 39 нашивок, но они не особо дорого ценятся, хотя монолитовцы на вашу базу скряга нападают часто, должны были бы заценить, сколько я монолитовцев положил. Мину забирай, вот это забирай. 72 пули. С Драгуновым надо идти, но Драгунов очень дорого чинить. Два глушителя не нужно. 11, гранат, F1. Ну, господи, это нам не нужно столько точно. Вот эти таблетки продаём, вот эти продаём, потому что 7 таблеток таких. Две пляжки горилки, гранаты все оставим. Давайте действительно пистолет продадим. Пистолет продадим. Вальтер хорошо нам послужил, но он... Нам нужны сейчас, друзья, средства, и нам нужно разгрузиться. Нам нужно разгрузиться. Аптечка у тебя есть, аптечек у тебя нет. Вот есть геркулес и бинт. У нас 33 бинта. Возраст Иисуса, так сказать. Возраст Иисуса, да? Две бутылки горилки тоже забирай. Пока что так-так. И у тебя можно рюкзак взять. Рюкзак за тысячу. Давай сюда. Берём у тебя рюкзак. И здесь его заложим. Заложим. Заложим рюкзак. Давай используем. Назовём его, друзья, другой. Другой. Потому что перший мы сейчас и заберём. Что тут сюда сложить-то? Что сюда сложить? Сложим пока что протекту. Наверное, с патронами это весит. Сложим вот это. И сложим вот эти пули для Драгунова. Для Драгунова. Все причём. Причём все, да? Руки контролёра, мозг контролёра. Это всё можно будет Петренко продать. Петренко продать. Много винтовок. Но на вот эту мало патронов у нас. Вот эту можно тоже выложить. И гранаты выложить. 43 килограмма. Снайперская есть. С калашом пробежимся. Грозу и Драгунов, возможно, кто-то захочет взять. Но мы теперь можем бежать. По крайней мере. Так что выдвигаемся. Костюм в хлам. Чиниться будем. Наверное, на баре. На бар нужно идти. На бар нужно идти. Перезаряжать уже нечего. Здесь есть патроны. Здесь есть патроны. Хорошо. Драгунов как? Драгунов заряжен. Ну пусть будет заряжен. Здесь что? Здесь одна граната. Вот и поговорили. Давай на хорошем. Вот и поговорили. Это ствол спрячь. Лева Кузнечик. Мне тут не надо рассказывать. Здесь еще два тайника. Валера Лапот и тайники, судя по всему, внутри. Мы их уже не заберем. Так, и давайте на самом деле не будешь сейчас тут отсвечивать. Присоедини КК глушитель. Поставим вот эту винтовку. Присядь. Нам нужны банки. Нам нужно сейчас полностью зачиниться. И нам нужно подготовиться. Тайники действительно в базе. Был выброс. Можно проверить аномалию. Можно проверить аномалию. Там еще хлопцы какие-то. И могут быть бандиты. Действительно бандиты через свалку заброшенной техники сюда заходят. Свободовцы. Да. И через двое суток, наверное, вся зона будет уже заселена. Заселена. Нам нужно поторапливаться. Нам нужно поторапливаться. Хлопец в бинокль наблюдает. Так сказать, зачем-то. Но хлопцы... Хотя тут трое человек. Смотрите, чтобы вы тут с бандитами действительно не были. Чтобы нас тут не подстерегли. Так что давай мы аккуратно будем действовать. Сохраняться каждый пчих. Расслабляться нельзя. Расслабляться нельзя, друзья. БТР, Свободовец. Это все понятно. Переходим в бар. Переходим в бар. В баре, когда я покупал костюм, было задание... Было задание на... Господи, на вот эту... На винторез было. Но винторез все-таки здесь продал. За задание дают где-то по 4 тысячи за оружие. Хотя, возможно, за винторез могли бы дать и побольше. Арена. Господи, еще же арена есть. Вот на арене можно денег поднять. Но арена там... Там есть нюансы свои с этой ареной. Арена вроде бы любит иногда крашить. Вот. А во-вторых, на арене там сложно достаточно в бабушкином свитере сражаться. Хотя, посмотрим, посмотрим. Если сильно прижмет, то это... Черный пес Петербург. Тут лежит... Мы бежим. Мы бежим. На бар. Это сразу же пси-собака. Мы пробегаем. Сейчас будет прыжок и разворот на 360. Вижу собаку. Произвожу несколько выстрелов. Эту завалил. Еще две маленькие. Стреляю одиночными. Достаем нож. Достаем нож. И просто орудуя ножом. Орудуя ножом. Не попал. Попал. Убил. Хорошо. Еще одна. Еще одна сзади. Сзади. Орудуя ножом. Завалил. Завалил. Отлично. Отлично. Вот эту еще мы не лутали. И вот эту залутали. Это все сейчас мы продадим. Продадим. Дай пять. Дай пятюню. Пятюню дал. Пробивает радиацию нас. Аптечек нету. Аптечек нету. Шесть научных. Мы на них перейдем в скором времени. Трупы собаки еще не убрали. Еще не убрали. Так. Лопцы. Кстати, лопцы. Задание. Задание. Драгунов нужен? Работа. Навродский. Не. Навродскому не нужен Драгунов. Хотя зачем у него тут такой пулемет серьезный. Угу. Можем перейти, друзья, на Альпиец. На наш второй пистолет. Но сначала к Петренко. Петренко. Последний визит, судя по всему, к тебе. Хотя кто знает. Кто знает. К бармену нужно зайти. Петренко сейчас обрадуется. Обрадуется. Мозги контролера. Будут они, будут это, кушать. Кушать. Поджаривать. Как же? Тут хлопцы, что-то это, что-то, сполошились, видать, там кто-то какое-то нападение. Гитара здесь, понятно все. Не хочет, не хочет задание нам давать. Какое-то мы посмотрим уже вот этот захочет. А этот у нас сержант Портных. Портных, работа есть? АКСУ укороченный, да? Но у нас нет укороченного. Мы продали. Мы продали. Портных, так что, извини. Да, и задание такое слабенькое. Какие новости, сталкер? Петренко, здорово. Петренко, она к нам очень хорошо относится. Лагеря под ударом, это мы все уже делали. У Петренко полный набор. Вот этот я не взял, потому что я взял все-таки вот этот. Этот более бронированный, но есть в нем тоже нюансы. Можно зачинить здесь все. Драгунова, например, зачиним. Хотя, зачем я это беру? У нас же есть это. Ну, в принципе, это нужно брать. Это нужно брать. Швейный набор берем. Вот эти пули давай бронированные нам тоже сюда, Петренко. И давай нам вот эти гранаты. Три штуки для нашей винтовки. Так, а гранатомета у тебя в продаже нет. Но ничего страшного, потому что мы тебе сейчас кучу частей мутантов продадим. И отобьем практически 10 тысяч, да? Практически ключевое слово. И вот эту гранату. 12 тысяч. 36. Ну, нам, по идее, и так не хватает на экзоскелет. Так что пока что будем с этим костюмом ходить. Забудь. Увидимся. Так. Ну, ничего не забыто. Никто не забыт, Петренко, да? Чиним костюм. Костюм как состояние. Нормально теперь. Теперь нормальное вот это ставим. Радиацию выведет. Драгунова зачинить. Грозу брать или не брать? В принципе, автоматный комплекс. Так, если бы грозу переделать под патроны вот эти для калаша, было бы неплохо. Было бы неплохо. Нашу винтовку уже не нужно чинить. Нужно. Свал. Ну, давай грозу тогда зачиним или... Или все-таки... Ну, давай грозу зачиним до конца. Окей. Выход. Все. Гроза, в принципе, да. В принципе, как автоматный, автоматный комплекс. Сколько ты весишь вообще? Мы можем пойти, мы можем пойти со снайперкой и с грозой. Вот. А вот эту можно будет или сложить в тайник, или продать. Потому что на грозу и на ВСС одинаковые пули. Одинаковые пули. Но на грозу не крепится... Не крепится это. Оглушитель крепится? Вот интересно. На грозу? Нет, не крепится. Сейчас будем разбираться. Сейчас будем разбираться с поточными задачами. Первый тайник я хочу полностью забрать. Первый тайник полностью забираем, друзья. Прыжок. Прыжок вечереет. Тем временем мы здесь еще поспим, наверное, перед тем, как отправляться. Вот. Так что давай сюда это. Забирай все. Забирай все. Перегружен. Бутылку горилки нет. Давай ты мне сначала костюм зачинишь. Вот наши грейды все. Ну не знаю. Надо определяться. Сколько стоит ремонт грзы? Тут, кстати, нарисовано, что можно крепить. 1600 стоит. А здесь ремонт 1400. А Драгунова ремонт 2000. Давай Драгунова зачиним. Можно надежность больше Драгунову? Удобность 5. Деньги есть? Давай сделаем вот так и сделаем вот так. Пальма второго поколения. Высококонтрастный. Сколько стоит 6000? Дорого очень. Дорого очень. Удобность. Не, хватит. Хватит грейдить. Нужно определиться. Или вот это, или вот это. Ну давайте с грозой. Все-таки автоматно-гарантометный. Автоматно-гарантометный. Нужно сравнить по уронам. Выход. Бывает. Повреждение точно такое же. Здесь точность, удобность. АС-вал лучше. АС-вал лучше. АС-вал весит 3,4 килограмма. Гроза весит 3,2 килограмма. Гроза меньше весит. Но на грозу прицел... Прицел не вешается почему-то. Почему-то. Но гранаты будут встречаться. Гранаты будут встречаться. Ремонт модификация. Может здесь можно как-то прицел установить? Отдача. Емкость магазина. Отдача. Противоход. Темп огня. Темп огня. Ну не вижу, не вижу надежность. Это... У нас нет на самом деле сейчас денег, чтобы это все... Чтобы это все грейдить. Не знаю. Я даже не знаю, что брать. По урону, по урону. Ну такое себе. А сильно мы эту грейдили? Да, эту сильно грейдили. Давай тогда эту чини. Она все-таки там... Все отлично. Она загрейжена по максимуму. Калаш чинить или нет, я не знаю. Увидимся. А хотя она тебе третью бутылку, и ты, наверное, сейчас заснешь от нее, да? Не справишься, так сказать, со стрессом. Со стрессом Огромов. И... Ну, Огромов, это на тебе, на похмел. На тебе, на похмел. На утро. Тяжело несен, но я понимаю, это все, сейчас мы все продадим. Протекта где? Протекту там оставил, да? Протекту оставил там. Протекту надо было еще загрейдить, но мы, в конце концов, можем ее освободовцев теперь. Грейдить, все. Бармен. Бармен, даже не поверишь, о чем я тебе расскажу, где я был. Ты даже не поверишь, бармен. Ну, тебе не нужно. Что здесь такое? Какие там... Схема БМ. БМ. Проходите. Проходи, не задерживайся. Не задерживайся. Ну, таким сталкерам, мастерам надо говорить вообще-то, добро пожаловать. Привет! Угу, есть работа. Энергетический напиток. Да что же вы, хлопцы, такие все эти? Этот вообще говорить с нами не хочет. А ты что скажешь? Цену за голову. Ну, может, что ты сделаешь? Ну, что ты расскажешь? Бармен, давай сюда. Давай сюда. Ну что? У меня для тебя кое-что есть. У меня три КПК есть. Короткий маршрут через Рыжий лес, контакт на местных наркодилеров. И координаты пара турников он нам дал. Хорошо, бармен, неплохо. Ты еще 300 взяли. Что у тебя есть, бармен? Есть две уже фугасные эти ракеты, которыми можно нападать. Давай на мне аптечки все. Аптечки все. Дробовик забирай за 1200. 1200. Вот эти нужны или нет? Да, я думаю, уже не нужны. Уже не нужны. Просто продаем. Прицелы. Прицелы. Прицелы продаем, а гранатомет продаем. Гроза, если еще есть, в качестве гранатомета. А гранаты у тебя есть? У тебя есть такие. Натовские. 34 бинта слишком много. Давай 3. Альпиец забирай. На Альпиец нет патронов. А Вальтер мы продали. Но у нас дробовик будет, потому что будет дробовик. Глушитель один оставишь. Глушитель один оставишь. Да? Это швейные наборы. Один рюкзак не нужен. Забирай. Забирай. Ремнаборы у нас есть. Выход, бармен. Пока. Гранатомет продал, продал. Это давай на вал цепляем. Ну, вот это не вешается, к сожалению, на грозу. Но что пробуешь? Ничего не пробуешь. Калаш зачинить может и продать бармену. Бармен, как ты думаешь? Может, хочешь калаш на самом деле? Бармен, забери еще калашников. Калашников. Конечно, великолепный автомат. Он очень надежный, но все, его время уже прошло. Гранатомет мы тебе продали, да? Да, хорошо. 60 патронов в бронебойных. На калаш там тоже не нужно. Не нужно. Можно, конечно, грозу переделать под эти патроны, но, по-моему, там надежность сильно падает. Это нам тоже не нужно. Бежать можем, бежать можем. Костюм зачинил, 27 тысяч. Артефакт вешаем, побежали. Сейчас туда нельзя. Я уже испугался, что нас хотят остановить. Но нас уже не остановить. Перезаряжай грозу. Перезаряжай грозу. Здесь все заряжено. Здесь можно зарядить бронебойные. И ее оставить, так сказать. Или грозу все-таки продать. Я не знаю даже. Но гранат нету сейчас. Что ты будешь делать? Давай грозу тоже продадим. Тоже продадим грозу. Значит, драгунов и вот это. И вот это. Хорошо, вот так пойдем. Вот так пойдем. Таким снайпером. И дробовик будет. Дробовик будет у нас, друзья. Чтобы стрелять на близких дистанциях. Господи. Большевики какие-то. Это... Я же вроде бы радио выключал. Я вроде бы радио выключал. Так, хлопцы. Бармена забыл энергетический напиток. Какие новости, сталкер? Хлопцы, перекус. Родовой и горлевой. Перекусываете, да? Сержант Портных. Мосберг, Маврик. Но нету у нас вот этого, к сожалению. Была бы гроза, то тебе бы зашла, очевидно. Тебе бы она, очевидно, хорошо зашла. Здорово? Нет. Полковник. Говорит, мы тебе еще грозу продадим. Да? Да. 1500. Слабо ценишь. Полковник, такие великолепные эти. Швейный набор один. Продаем за 1200. Эти уже не хочешь покупать, да? Что у тебя еще есть? У тебя есть эти гранаты на грозу, но они нам не нужны. Они нам не нужны. Патроны на пистолет нам тоже уже не нужны пистолетом пользоваться. Дропы у нас там есть в тайнике. В принципе, готовы. Налегке нужно идти. Нужно идти налегке. Друзья. Друзья. Бывай. Сделаем задание свободовцев. Вот что я хочу сделать. Чтобы у них появились в продаже экзоскелеты. Я на это, по крайней мере, рассчитываю. Рассчитываю. Перезаряжай снайперскую винтовку. Драгунова, так сказать. И вот эта винтовка тоже заряжена. И вот эта винтовка. Плохо, что у нас ПНВ такой. Хотя, в принципе, можно ими пользоваться. Можно им пользоваться. Эти давай сюда. Давай сюда. Выключай ПНВ, включай фонарь. Куда-то ты не туда вступил. Давай-ка это. Давай-ка вот так. Во. И побежали, побежали. Поспим, поспим на армейских. Поспим на армейских. Нужно успеть в ночь. Потому что на армейских много... Много аномалий неприятно. Сильно устаешь. Почему это? Там непонятно почему. Вот эти патроны. Ну вот эти швейные наборы, они весят тоже по 1.37. И вот это весит, да. Да, вот это весит. По весу 40.65. Ты не должен где-то кустовать? Вот это давай, скушай. Виталик Терминатор. Виталик Терминатор, слушайте, очень известный уже сталкер. Уже всех доставил. Да. Ночь начинается, друзья. 20.57. Я еще не определился, куда мы пойдем. Еще не определился. Но я продался. И мы должны определяться. Переходим на другую локацию, на армейские. Наверное, опять-таки, через радар мы уже пойдем. Мы уже пойдем строго на север. Строго на север. И пойдем посмотрим. Там нам придется выбирать или на восток, или на запад. Да, потому что есть две здесь Припяти. Две Припяти. Ну, так сказать, восточная и западная. Одна из оригинальных теней Чернобыля, а другая из зооприпяти. Как раз локации. Самые серьезные локации. Там, наверное, будет просто это. Еще и ПНВ, потому что ничего абсолютно не видно. И бежим на базу свободовцев. Бежим на базу свободовцев. Мы можем и не через радар. Мы можем ходить теперь так, как хотим. Так, как хотим. Но пока что найдем безопасное место, придем. И там уже определимся. Банок нужно побольше. Хлопцы, может тут у вас что-то есть? В этих ящиках. Да, то, что нужно. Энергетический напиток сталкер. Здесь что-то есть? Вистайник у вас, хлопцы. Еще два тайника на базе свободы. Оставалось это. Да. Вот тут еще ящики. С ледом. С ледом просто этим охутничьим ножом будет огнило. Еще и аптичка научная. Неплохо. Слушайте, эти ящики надо было разбивать с самого начала игры. Научные аптички. Армейские аптички подсаждаются. Ой, задело нас. Еще задело. Да что, что будешь делать? Вардан. Потерял концентрацию. Потерял концентрацию. Опять заделался. Выстрелы слышу. Стою винтовку, включаю, понимай, выключаю фонарь. В аномалию не вступи, пожалуйста. Кто светит фонарем? А, это свободовец. Свободовец. Как здесь дистанция? Дистанция, в принципе, нормально. Меня устраивает. Я не хочу ставить слишком дальнюю дистанцию. Листик пролетел, я испугался. Вот. Слишком дальнюю дистанцию. В винтовке Драгунова. Можно ее грейдить, конечно. Можно вообще заказать снайперскую винтовку у Шустрова. Но это далеко бежать. Достаточно далеко бежать. Бандитов там. Там что, еще лежит тот бандит, которого мы... Нет, там мутант. Там мутант, друзья. Там мутант. И в ночь нужно почему-то к тороплюсь, потому что, чтобы не началось нападение. Хотя, если мы отобьем нападение, если мы отобьем нападение, то будут хорошие они костюмы продавать. Будут продавать хорошие костюмы. Здесь есть у них место сна. Но вместо сна мы пойдем, когда определимся уже со снаряжением. И выложим здесь в тайник. В тайник выложим все, что нам нужно. И заберем, кстати, ихние два тайника. Вот они как раз по дороге. А, это наш. Это наш друг. А вот этот Валерий Лаптя. Ну, Валера как-то нет. Ну что, закон бутерброда срабатывает? Что скажешь, брат? Проверка. Проверка. Нет, закон бутерброда не срабатывает. Не срабатывает. Что тебе продать? Тебе нечего продавать. Ничего продавать. Ну, такие птички я у тебя выкуплю на всякий случай. Всякий случай. Выкуплю. У тебя есть вот эти гранаты, нужные нам. Очень дорого. Очень дорого берешь. Ну. А где компас, простите? А, я сложил компас в рюкзак. Я испугался. Вот. Значит так. Эту сюда. Эту сюда. Гранаты все забрал. На драгунов патроны забрал. Это выложил. Это выложил. 38 килограмм. Этих пуль слишком много. Эти вообще не нужны пока что. Вот так. 34 килограмма. Этих тоже слишком много. Аптечек. Пока что можно и так. Пока что можно и так. Вот этих пуль мало. Да. 72 тоже слишком много на снайперку. Она поломается быстрее, чем мы отстрелим. 32 килограмма и 65. Эти есть. Глушитель. Глушитель не нужен. Пока что так пойдем. Пока что пойдем так. Дробовик нужно зачинить. Дробовик нужно зачинить. Заградить. Пошли. Пошли. Перезаряжай. Патроны нужно купить. И нужно ставить ночной прицел. Сильный прицел. 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 Отличный прицел. Вот ночью великолепно работает. Драгунов заряжен. Дробовик тоже сейчас. Патроны на дробовик не взял. Ошибка. Ну ничего. Сейчас мы его зачиним. Ладно, Герасим. Здорово. Здорово. Работа есть? Нет ничего. Шуруп. Шуруп. Хорошо. Здесь ремонт нужно. Здесь ремонт сколько стоит? 1200. Ну дороговато достаточно. Здесь 2000. Да что ж ты будешь делать? Отдачу или надежность? За 1500 отдачу давай и надежность давай. Вот так. Все. Выход. Забудь. Увидимся. Есть 7 патронов все-таки. Ну давай зарядим их. Зарядим их. Заберем тайник и будем выдвигаться. Будем выдвигаться. Только здесь ночью у вас друзья свободовцы. Вообще ничего не видно. Вообще ничего не видно. Тут хлопец какой-то стоит в бинокль. Смотрит так сказать. Совершаем прыжок. Прыжок тайник. Где-то здесь. Все-таки здесь есть дырка в заборе. Да? Сейчас мы тайничок заберем. Тайничок заберем. Вот здесь в этой электромарзи. Красиво-красиво. Вот это тайник. Это у нас рюкзак. Спальный мешок. И это что такое? Дымовая граната. Не хочу пробовать. Ружье махать. Яра чебурашка. Чебурашка. Господи. Какой смешной. Накать я рюкзак. Спальный мешок. Да? И все. Патроны. Патроны нужны. Патроны нужны. Ну, патроны, я думаю, залутаем. Думаю, залутаем патроны. Патроны. Причем, можно будет самих свободовцев лутать. Здесь какая-то аномалия. Давай-ка, чтобы мы не встряли. Чтобы мы не встряли. Прыжок. Вот. Патроны здесь 7. Здесь 10.42. Достаточно вполне. И кушать хоть и надо. Вот и поговорили. Да, ты знал. Отлично. Очень, очень много разговаривать, свободовцы. Не нужно так. Не нужно так делать. Присядь и давай диспозицию. Значит, что мы делаем? Мы переходим на радар. Не, ну это хамство. Забираем сержанта Сорокина. И идем в центр Припяти. В центре Припяти у нас есть гостиница Полесье. А далее на все четыре стороны света. Ты уже достал своим стволом махать. Ты уже достал своим стволом махать. Это все понятно. Доставай вот это. Доставай Драгунова. И надеюсь, что патронов нам хватит. Все-таки вот это. Чтобы нам это не аукнулось, друзья. Не аукнулось, чтобы мы патронов не берем. Можем отсюда в рыжий лес. В рыжий лесу что? В рыжий лесу еще один тайник. И цель смерть предателям. Это приоритетнее, потому что это ближе. Это ближе. И заодно у них отношения улучшатся. А через рыжий лес можем тоже в окрестности Юпитера теперь. И в путепровод. В рыжий лес ночью я так не хотел идти, господи. Ну вы же хотите, чтобы было страшно, друзья. Я уверен. Я просто уверен. Зомбированный убил свободного на военных. Пробивает радиация нас. Что я могу сделать? Что я могу сделать? Давайте заберем этого монолитовца. Кстати, заодно и патроны залутаем. Бежишь слишком быстро? Умирай. Это кто-то из монолитовцев, судя по всему, сказал. Это свободовец. Это свободовец. Я по винтовке определил. Фанатики на военных складах Юго-Востоку от аномалии Гравитационный пучок. А это кто такие? Непонятно кто. И над ним какой-то просвет. Давайте поддержим. Поддержим свободовцев. Не будем с ними отношения портить. Только нужно определить теперь, кто противника, кто нет. И это сделать достаточно трудно без опознавания. Кто это такой? Не знаю. Стреляю. Завалил. Не было времени стрелять. Не было времени. Дуй давай. Непонятно кто. Кто где. Вот это свободовец. Это зомбированный вот что? Промасываешься. Если попадание, он падает. Это тоже зомбированный. Рядовой Лымаренко. Господи. Это тоже зомбированный. Но вот этого сняли, например. Драгунов отличный. А это. У меня такое чувство, что я по свободовцу попал. Чтоб сейчас не повторилась другая история с преступлением. С преступлением. Это монолитовец или своб... Это монолитовец. Или свободовец. Непонятно. Это монолитовец. Сева Колотун. Здесь еще кто-то. Господи. Угу. Этого сняли. И монолитовца надо забирать. Монолитовца забрали. Собаки, собачья смерть. А, и свободовец вот там желтенький подсвечивается. Все. Все хорошо. Там кто-то помирает. Надо помочь. Надо помочь. Кто помирает, господи. Тихо, тихо. Это Фильковая Жор. Кто тут помирает? Я слышал крики. Помогите. Ярик Коса, держи опушку. Ярик Коса, осторожно. Там еще кто-то. Монолитовец. Куда ты не веришься, понял? Молодец, Ярик. Прикрыл. Еще кто-то нас видит. Ярик, сзади стрельба. Это монолитовец, судя по всему. Или зомбированный. Это зомбированный. Вношу по нему. Промахиваюсь. Вношу. В шею получаю. Готовы. Ярик Коса вообще зеленый. Это очень хорошо, друзья. Мы можем взять теперь напарника. Ярик. Погоди-ка, Ярик. Погоди. Как ты сейчас думаешь? А мне в лом с тобой трепаться. Очень интересно, почему это? Ярик Коса. Вот, смотрите. Слушай, как насчет действовать в команде? Вдвоем тут всяко безопаснее. Звучит неплохо пошли. Ярик Коса теперь тусуется с нами. У нас появляется, друзья, наконец-то напарник. Напарник. Контакты. Репутация отличная. Клан Свобода. А у нас репутация, простите, у нас вообще великолепна. Ярик Коса, бери пример со старших товарищей. Тимка Терминатор. Я надеюсь, Варик... Ярик, ты тут не это не огорчишься, что мы лутаем твоего товарища. Товарища. Но я вдвоем в Рыжий лес в ночь идти будет не так страшно. На самом деле. На самом деле. Так, это были зомбированные. Валера Рыжий. Кольт твой возьмем. И гранату, и гранату Рыжий. Да, Рыжий, Рыжий, Конопатый. И рядовой Лымаренко. Кольт. Да, почему бы и нет. Есть еще и бронебойные. Давай. Перезаряди этот великолепный 1911, да. Сева Колотун. Ветеран Монолита уже. Давай патроны хотя бы. А вот Савва Колпак тут нам и гранату преподнес. Профессионал. Уже ничего себе. Ничего себе. Неплохо. 7-7. В пистолете он много не весит. Нормально. Это разрядить. Это разрядить. Выбросить. Это выбросить. Это разрядить. Выбросить. Пробивать нас. Радиации несем много. Ярик коса. И сучу, залутаешь. Пистолет есть. И пули есть. Побежали. Ярик коса. Напарник. Здесь вертолет. И на вертолете было сильное, по-моему, псевоздействие. Да. Да. Это использовали. Радиацию вывели. Хорошо. На холм выходим и осматриваемся, друзья. Раз псевоздействие. То может быть тут какой-то мутант. Опять начинается мистическая музыка. Мистическая музыка очень страшная. Да. Сильное псевоздействие. Я вижу ящик. Можно ли его взять? Можно. Использовал таблетки. Побежал. Открыл ящик. Тут две банки, которые нам нужны. В принципе, неплохо. Неплохой размен. Выбежал из аномалии и присел по карте прямо сюда. Здесь можно поспать, чтобы в рыжий лес не идти ночью. Но, друзья, я даже не знаю. Вы же хотите, чтобы было страшно? Конечно, хотите. Поэтому я сейчас здесь присяду. Позволю себе значительный, так сказать, глоточек кофе. У Ярика коса серьезная винтовка. Ярик, пошли в ночную. Я думаю, ты прикроешь. Прикроешь. У нас пуль мало. У нас мало пуль. Грагунов. И это хорошо. Пошли. Пошли. Вражение ночью. Великолепный план. Но хочется, хочется острых ощущений. Господи, как мне нравится. Как они хорошо сделали. Эта модификация просто великолепная. В нее можно, друзья, играть вечно. Просто вечно. Пока не надоест. А потом к ней можно будет возвращаться. Свойства артефактов зависят. Это мы уже все читали. Все читали. Значит, по плану тайник. И переход на Тоже свободовскую территорию. Здесь лежит ЛР. Ярик коса. Хочешь ЛР? Чтобы у тебя была запасная. ЛР не хочет он. Потому что она в плохом состоянии. Ну и хорошо. Ярик коса. Ярик. Ярыло. У нас квас такой есть. Квас Ярыло. Но он На самом деле, друзья, так себе. Тут тайник Ярика-Сан. Иди сюда, Ярик. Твоя задача Оперативная Ждать здесь И охранять точку. Ждать здесь И охранять точку Пока мы заберем. Потому что я боюсь, что Ярик коса нам Заблокирует Заблокирует здесь У нас швейный набор. Угу. Хорошо. Начинает играть Не то, что мистическая А вообще мрачная музыка. Ярик коса. Двигай за мной. Двигай за мной И приготовься. Потому что сейчас, друзья, Судя по всему, что-то будет. Я такой музыки Вообще не помню. Уже стрельба пошла. Ярик коса по кому-то стреляет. Это контролер. Потому что что ты будешь делать? Начинается, да? Пацаны, нападение. Это долгарь в рыжем лесу Возле этого. Долгарь это плохо. Потому что долгарь будет стрелять По Ярику косарю. Ярик, добей кабана. Я контролера взял. Мутанты еще, да? Но мутанты это такое. Мутанты это такое. Давай гранату туда им отправим. Ярик, не вступай в ближний бой. Давай я дробовик достану на самом деле. Раз, два. По Ярику, чтобы не попасть. Только ничего не вижу. Еще фонарь. Ярик засел почему-то. Ярик, что ты вытворяешь? Нужно тебе дать команду, чтобы ты не высовывался. Контролер это хорошо. Рука контролера, две. Мозга не было. Кто-то нас еще видит. Друзья, страшно и мрачно достаточно. Страшно и мрачно. Ярик косарь. Ну что будет? Что делать? Будем лутать то, что ты настрелял. То, что ты настрелял. Долговец, да. Долговец в прошлый раз нам помог. Но теперь мы с Яриком. И возможно, Долговец будет по Ярику стрелять. Ярик все-таки наш товарищ. И мы не должны этого допустить. И бандиты еще были. Что-то очень нас сильно пугают, друзья. Я даже не знаю. Четыре пули. Слышу рычание какое-то. Слышу рычание. Сейчас будет очень страшно. Давай Ярик с двух сторон. Это Бюрер. Это Бюрер. Как пить дать, Бюрер. Как пить дать. Но гранаты есть. Я подготовился. Ну, Ярик, давай-ка осторожно. Сюда-сюда. Все осматривай. Как нам? Куда нам нужно? Нам на север нужно. Через аномалии. Господи, Ярик. Очень страшно. Я надеюсь, будешь прикрывать. Там взрывы какие-то. Ярик ворвался. Просто вообще ничего. Он не боится. Кто это? Это пистисобака. Пистисобака светятся глаза. Ярик пошел вообще в ближний бой. Что, что будешь делать, Ярик? У меня патроны закончились. Я переключаюсь на вробовик. А что, что я могу вдруг быть? Тут крики какие-то. Господи, огромная собака. Ну, давай, Коль, доставай. Какие-то крики. Невероятные зари, кто-то. Что, что ты будешь делать? Это плод здоровая. Какая-то не плоть, друзья. Это химера. Это химера. Это просто химера. Это никакая не плоть. Это химера. Господи. Так. Сейчас Ярику даем, во-первых, команду, чтобы он не стрелял. Чтобы он не стрелял. Химеру надо забирать. У нее когти очень ценятся. Ярик, иди сюда. Значит. Что-то было действием. Тихо не высовываемся, во-первых. Во-вторых, давай обсудим тактику. Не открывать огонь первым. Вот так. Ярик, пойдем постреллся. Химера. Химера очень обохимая. Здоровая была, во-первых. Во-вторых, здесь собака. Собака тоже здоровая. По Ярику попал. Ярик, извини. Извини. Гранату отправлять или нет? Не знаю. Обходить или нет? Надо собаку забирать, друзья. Но химера приоритетнее. Допустим, мы пробежим. Вижу. Вот цветы. Это глаза. Господи, это пси-собака. Не очень еще не видно. Я надеюсь, Ярик-то это. Ярик, кстати, желтый стал. Вижу химеру. Кучу собак. Я туда отправлю. Отправлю. Собака нападает. Отправляю вторую. Собаку я одну забрал. Ярик, я надеюсь, ты начнешь стрелять сейчас. Поймешь, что нужно это. Слышу выстрел из дробовика. Вижу химеру. Отправляю гранату. Химера готова. Еще две собаки. Еще две собаки. Соберите. Круто, как кучу. Я эту взял собаку. Вторая приближается. Вторая милая. Абранатой по ней. Дробовик приготовь. Оглушил сам себя. Те, кто использовал. Это иллюзия. Иллюзия. Я хочу залутать химеру. Патроны. Патроны. Это иллюзия. Пистолет сюда. И только сюда. Дымовая граната нам тут не особо поможет. Все, гранату я использовал. Господи. Все, хорош стрелять гранатами. Это кто? Это снорк? Кто-то рычит. Кто-то сильно рычит. Господи. Патронов мне тут придется. Придется. Как нас убили так? Непонятно. Я еще не сохранился. Да, друзья. Рыжий лес в ночи. Это не знаю. Что может быть хуже. А так хорошо получилось всех забрать. Ярик, Ярик. Я не знаю. Что же нам с тобой делать? Патронов не взял. Это плохо. Еще раз. Отдать команду. Тактику. Не открывай огонь первым. А действовать можешь как хочешь. Четыре пули. Десять пуль. Семь гранат. Господи. Это было неприятно и страшно достаточно. Ну давай лутай ее. Ярик, не надо закрывать двери. Давай. Давай-ка ты будешь двигаться уже. Начинаем продвижение. Они там. Мы еще в прошлый раз Ярика сдели. Вот там эта химера. Вижу ее. Химера видит нас. Вижу от святых глаз собак. Все собаки уже нападают. Я думаю нам следует занять возвышение. Сбоку собака. Не могу стрелять. Теперь могу. Выстрел. Убил или нет. Непонятно. Где Ярик? Ярик сзади. Ярик. Твоя задача прикрывать. Полетела маната. Сейчас еще одну нужно отправлять. Одну собаку забрал. Вторую ранил. Хорошо. Но собаке это такое. Главное химеру забрать. Вот она. Господи. Она застряла. Вот теперь она будет. Господи. Какая огромная. Господи. Фу. Убил или нет. Непонятно. Две птички сразу. Я перепугался. Наши. Друзья. Огромная химера. Посмотрите какая страшная. Капец. Так. Подобрал мясо химеры. Ярик тут стоит. Я сохраняю прогрессы. И предлагаю Ярику отступить. Ярик продолжает стрелять. А гранаты закончились. Там еще собака. Вношу по ней. Патроны заканчиваются. Драгунов. Из Драгунова. Под задницу. Петхвист. Петхвист. Был выстрел. Еще выстрел. Промах. Ярик. Не могу прицелиться. Очень перепуган. Забрал. Хорошо. Нашумели мы здесь славно. Ярик с тобой. Да? Давай сюда вот так. Давай Драгунова сюда. Кольц. Серьезный пистолет. Мы мутантов сможем отстрелять. Услышал винтовочный в рыжем лесу. После псевдопса. Но мы сохраним прогресс. Химера просто огромная. Посмотрите какая здоровая. Капец. Фу. Какая она страшная. И такая она. Я таких еще не видел. Глаза у нее закрыты. Прямо как в фильме. Один еще живой. Петя. Общий канал. Петя Битый. Непонятно кто. Нас еще кто-то видит. Я думаю пора уже выдвигаться. На самом деле Ярик. А куда нам-то идти? Нам на север. Нам вот туда. А там же еще Монолитовец. Которого надо завалить. Или Долговец. Или Долговец. Мы же Долговца должны завалить. Потому что переметнулся Свободовец к Долгу. Угу. Ярик действуем аккуратно. Тут уже контролер был. Химера была. И я слышал Бюрера на входе. Еще одна псевдо. Два выстрела. Огромная морда у нее. Три выстрела. Четыре. Петхвист. Пятый. Добиваю. Ярик. Держать сектор. Держать сектор. Пистолет. Близкие дистанции. Так. Кто-то отрисовывается. Господи. Тут кровосос еще. Что ты будешь делать? Кто-то отрисовался и нас видит. Здесь присели. Аккуратно вижу сталкера. Сталкер стреляет. Из гранатомета, судя по всему. Да? Потерял. Матший лейтенант Мыськов. Я его только что видел в Рыжем Лесу. Перемещаюсь. Выключаю фонарь. Стою пистолет. Аккуратно. Вот он там. Это наша цель? Нет. Наша цель в другой стороне. Кто это? Это бандит. Это бандит. Господи. За дерево спрятался. Ярик. Ты выдаешь нашу позицию своим фонарем. Степуха жмот. Это всего лишь бандит. Сохрани. Я его не вижу. Он за деревом тоже видно сидит. Вон он там. Получита. Получита. Пробил нас. Что-то будет делать. Тепуха жмот. Живой он там еще или нет? Непонятно. Еще свободовец какой-то. Вообще непонятно, что происходит. Пытаюсь обойти бандита. Включаю фонарь. Где он? Тут не вижу. Вот он. Вот он. Обошел его за спину. Стреляю по нему. Завалил. Очень медленно стреляет кольт. Что у тебя? МП-5? Давай сюда. Патроны к ней давай. Степуха жмот. И на шифту свою давай. В утвердительном состоянии. Невозможно стрелять вообще. Попожжмот. 7 патронов в бронебойных. Наша цель вот там. Выключаю фонарь и сохраняю игру. Цель нас по-моему засекла. Нет. Цель впереди. Там вперед. Подожди. Куда нам нужно идти? Вот сюда нужно. Он двигается уже. Ярик, нужно ускоряться. Нужно ускоряться. Ну и здесь можно встрять, конечно, друзья. Вы помните, что было. Вижу вот цветы фонарей. Это полтергейст. Это полтергейст. Очень страшно. Попробуем полтергейста проигнорировать взрывы какие-то. Кто-то уже из подствольника стреляет. Господи. Ничего не видно абсолютно. Нас кто-то видит. Полтергейст преследует нас. Ярик коса вступил куда-то. Этот раскат был. Это сейчас он не бюрер был? Не знаю. И знать не хочу. Я встрял в аномалию. Убегаю. Ярик, беги. Просто беги. Господи, как страшно. Еще пси-влияние. Впереди сталкеры. Судя по всему, дружественные. Ярик, ты со живой или нет? Непонятно. Непонятно, жив ли Ярик. Здесь дверь закрыта. Попрошу меня впустить. Кто это здесь? Дружие, опусти, мужик. Одиночка. Петя битый. Монолитовца здесь положил. Что, в молчанку будем играть? Тихо, тихо, тихо. Присядем. Ярик, Ярик, ярик коса, судя по всему, мы потеряли, друзья. Ярик, потому что он не вышел оттуда. Давай-ка без шуток, прячь оружие. Нужно проверить. Нужно проверить. Все-таки был наш товарищ, и мы на него потратили аптечку. Нет, Ярик коса. Цел и невредим. Однако ведет на хвосте, ведет на хвосте. Ведет на хвосте, судя по всему, противника. Ярик, что там? Что ты ведешь за собой? Ну там, я бы испугался просто этого полтергиста, и поэтому я решил, что будет лучше, друзья, убежать. Кто у нас здесь? Здесь у нас Павлуха Жмур. Ну это и так понятно было. И здесь у нас Владихроник. Владихроник. Слушай, сталкер, дружище, у тебя нету, может, оружия какого-то? Работа. Помоги, влип по полной. Это понятно, что ты влип. У тебя куча оружия и патроны нужные нам. Давай их сюда, быстро. И решительно. А мы тебе продадим вот это, чтобы разгрузиться. Вот это продадим, дымовуху тебе продадим. И вот эти патроны ненужные нам тебе продадим за 590. У тебя 6000. Что это такое? Мясо химерости, 5 рублей, да ты чё? У нас его заберут нам за много более солидные деньги. А патроны для кольта у тебя есть? Нету. Забирай вот это туда. Забирай вот это. Хорошо, 5000 у тебя остается. Надо тебе что-то продать, на самом деле. На нашивке тебе и вот это 500 рублей. Хорошо. Дробь есть? Есть 5 штук. Давай 68 рублей. Дробь хорошо. Продаешь вот это давай. Вот эти таблетки давай. И вот эти 9, еще 1000. Отлично. Быстро, быстро. Петя битый. Петя, да, опытный сталкер уже. Ярик с нами. Ярик с нами. Где Ярик? Ярик тут держит позицию. Наша цель идет. Он хочет совершить переход. Нужно его настигнуть. К сожалению, нет времени бежать за дедом навестить. Во-первых, нет у нас нечего деду принести. Во-вторых, что у нас тут? Два хлеба жалко. Дед не оценит. Дед не оценит. А цель нужно брать. Цель нужно брать. Вот он. Но это дружественный. Он внизу где-то. Быть не может. Вот он прямо перед нами. Здесь один. Или здесь их 5. Это он? Серьезный костюм какой-то. Убить монолитовца у нас задание. Там еще отряд какой-то. Ярик, я надеюсь... Ну ладно, стреляем. Задание обновлено. Смерть предателем. Там еще отряд какой-то к нам идет. Они услышали выстрелы и... Это кто? На ученых похоже. Похоже на ученых. Давай-ка мы достанем в монтовку. Перезарядим ее. Они обыскивают труп. А мы тут как ни в чем не бывало подходим. Хлопцы, добрый день. Что здесь случилось? Это Долговец был. Если хочешь поговорить, дать пушку. Опусти и подходи. Мысков, да? Мысков. Это Долговец был. Хлопцы, а вы кто такие? Это Ярик и Сайта наш. А это, судя по всему, на наемник. А, это наемник ведет... Наемник ведет ученых из вылазки. Угу. Ну, обошлось. Обошлось, судя по всему. Предателя мы забрали. Что, Ярик, а тут мы с тобой присядем. Присядем и это... И так сказать, обмоем. Обмоем успех операции. Так что, нахуй, Ярик. Это и колбасой с тобой я тоже поделюсь. И хлеба, на, закуси хорошо, Ярик. И в следующей серии мы, друзья, пойдем... Пойдем на этот... На окрестности Юпитера. И там будем в путепровод спускаться. В путепровод, да. Это будет великий поход, так сказать. Ничего тут не пропустили? Нет. Тайник забрали. И Химеру продадим там. Химеру там продадим. Кушать хотим. Потому что горилки выпили. Но хлеба съели и хорошо. Все заряжено, все заряжено. Да, страшно было очень. В лесу, но с поддержкой Ярика мы справились. Так что я сохраняюсь. И в следующей серии, друзья, будет очередной хоррор. Хоррор просто не заканчивается теперь под конец. Ух, круто. До свидания.